Друзья, всем привет! Новое испытание с двойными спарки уже в игре и за его прохождение мы получим 10 тысяч золотых монет, 3 золотых сундука, 1 магический сундук и самое крутое это легендарку спарки. Из магического сундука нам также может выпасть легендарка, но как вы знаете это не точно. Проходить это испытание я буду, как и в прошлый раз, с подобным испытанием колодой спеллбейт, но только вместо ледяного духа, конечно же, возьму я новую карту электрического духа. Думаю, что со спарки зайдет он гораздо лучше. Ну и давайте приступим. Счет уже 6-0, осталось мне сделать 3 победы данной колодой, ну а затем, друзья, я еще хочу показать вам еще одну колоду для прохождения данного испытания, мою самодельную, которая лично мне зашла больше и объясню несколько нюансов, почему я выбрал еще другую колоду, почему я другой колодой проходил. Хотя спеллбейт, конечно же, отлично подходит для прохождения данной испы. В прошлый раз это испытание проходило именно этой колодой. В первую очередь спеллбейт отлично подходит для прохождения этого испытания, так как в нем присутствует, конечно же, ракета. Ракета в этом игровом режиме лучшая карта, абсолютно необходимая в каждой колоде. Чем бы вы ни играли, я рекомендую брать свою деку ракету, так как с ее помощью можно нейтрализовать обе спарки, которые то и дело появляются, то с левой, то с правой стороны, при этом еще и нанести урон вышкам противника. В общем-то, если вы возьмете эту же колоду для прохождения этого испытания, то учитывайте то, что на момент появления спарки вам важно иметь в руке ракету, то есть чтобы быть готовыми закидывать ее, иначе у вас могут быть трудности с защитой от двух спарки, так как спеллбейт в принципе не приспособлен для того, чтобы справляться с этой картой, если вы отдадите ракету. Поэтому ракета, здесь ключевая карта, опять же, если вы возьмете эту деку, и подготавливайтесь для того, чтобы периодически закидывать вышку противника. Ну а гоблинскую бочку мы можем закидывать под прикрытием рыцаря для того, чтобы на преимуществе по эликсиру наносить урон вышкам. При этом у нас есть противотанковая карта, адская башня. Выставляйте ее, друзья, аккуратно, так как в этом игровом режиме будет огромное количество электродраконов. У меня вообще практически в каждой игре у противника были электродраконы в колоде. Ну и вот здесь вот он наступает с воздушным шаром. К сожалению, до этого я уже выставил свою адскую башню и сейчас вынужден использовать ракету именно на воздушный шар. И теперь со спарки буду справляться я какими-то другими методами. Благо, что моя принцесса с правой стороны очень помогла мне в защите. И теперь у меня мои вышки снова находятся в безопасности относительно. И надо готовиться, правда, снова принимать атаку по левой стороне с мега-рыцарем. И сразу же по этой стороне мой оппонент закидывает воздушный шар. Сложная атака, но благо спарки мне очень помогли. Быстренько разделались с мега-рыцарем. Правда, воздушный шар под яростью все равно долетает до моей вышки и наносит ей одну тычку. Неприятно, но при этом, учитывая то, что у вышки противника не остается шансов на выживание у левой, помимо этого еще правая вышка уже давно уничтожена. Все меня, в принципе, устраивает, так как я лидирую в этой игре. И все, что мне остается сделать, это за последние 20 секунд не потерять все свои вышки. Я думаю, что с этой задачей я справиться в состоянии. Ну а теперь надо последнюю атаку моего противника потушить. И делаю я это при помощи спарки. Особых у меня каких-то дополнительных вложений карт не потребовалось. Просто выставил я рыцаря перед ними и таким образом одержал победу. Счет становится 7-0. Ну а далее у меня противник 8 уровня. И это сразу же намекает на то, что игра будет достаточно простой. Тем более он выставляет адскую гончу. Адскую гончу, конечно, брать в этот игровой режим не очень хорошая идея, на мой взгляд. Не рекомендую, во всяком случае, лично я вам брать эту карту в свою колоду. При помощи бревна нейтрализую я спарки противника по левой стороне. Не было у меня ракеты в самом начале. Так бы, конечно, я закинул ее изначально в спарки и в вышку противника. Ну а здесь я понимаю, что у меня большое преимущество по эликсиру и поэтому атакую по правой стороне. К сожалению, по этой же стороне появляются спарки. Этого я немножко не учел. И поэтому в самый дальний угол карты закидываю я ракету, чтобы нейтрализовать две повозки электрические. Ну и в итоге противник мой то ли сдается, то ли задумался, то ли расстроился. Не знаю, в общем, что с ним произошло. Видимо, готовил он серьезную атаку по левой стороне с элитными варварами, но, к сожалению, для него эта серьезная атака не оказалась столь же серьезной для меня. И в итоге спарки стреляет по его главному зданию и приносит мне победу. В счет 8-0 решающая игра. Закидываю сразу же ракету в спарки противника и готовлюсь принимать его атаку, так как потратил я 6 единиц эликсира. Конечно же, сейчас я нахожусь в минусе, благо двойной эликсир позволяет мне защититься от его атаки с хогом. Ну а по правой стороне прикрываю я своих спарки рыцарем. К сожалению, не знал я, что в колоде противника присутствует электродракончик и, друзья, это очень большая проблема. Я сейчас потратил большое количество эликсира, я нахожусь в минусе по эликсиру и мне нечем убивать электродракона противника. Вот он главный минус этой колоды, друзья, колоды спеллбейта. Почему я в итоге от нее отказался? Играя против электродракона, у нас могут быть огромные проблемы. Сейчас мы это наблюдаем. Мне нечем просто убивать электродраконов. При этом по левой стороне сейчас мне снова нечем убивать электродраконов. Закидываю я ракету, хотел сыграть ювелирно, но в итоге допустил ошибку и здесь немножко я уже поплыл, так как у меня огромный минус по эликсиру. Атакует противник по обеим сторонам. Я понимаю, что если он будет также правильно использовать электродракона, а я думаю, что он так и будет делать, то у меня будут проблемы, я никак не смогу с ним справиться. Сейчас же я теряю свою левую вышку, закидываю ракету по спарке, так как если я не буду этого делать, то мне нечем будет законтрить эту карту. Ну а далее противник снова при помощи электродракона законтрит моих спарке. Пытаюсь я его законтрить при помощи своей адской башни, но в итоге ничего не получается. Электродракон контрит моих спарке, при этом надо мне от него еще дефаться. Вот в чем преимущество, друзья, электродракона над ракетой. То же самое, если вы будете дефаться от спарки ракеты, как я делал это на протяжении всей игры, то ракета просто залетает вышку, да, наносит ей урон, но при этом противнику не надо против ракеты что-то еще дополнительно выставлять. В случае же, если вы дефаетесь от спарки электродраконом, то затем противнику надо будет на эти 5 единиц эликсира выставить что-то еще. Так что, ребят, все-таки электродракон, наверное, в этом испытании приоритетнее и, как минимум, если вы будете проходить это испытание с пеллбейтом, то вам нужно будет сделать изменения, взять вариацию не с адской башней, а взять вариацию с теслой, так как с пеллбейтом с адской башней против электродракона сражаться это просто огромная боль, мы сейчас это видим, я никак не могу камбэкнуть в этой игре, мне просто нечем убивать электродракона. Просто физически нечем контрить одну эту дебильную карту, которая меня очень напрягает конкретно этой игре. Будь у меня немного другая сборка, то были бы гораздо лучше мои шансы на победу, ну а здесь, конечно же, поражение, поражение безо всяких шансов. 30 секунд до конца игры, ну и все, что мне остается здесь делать, это пытаться не потерять свое главное здание, не дать противнику уж совсем меня разгромить, именно такую задачу я преследую последние 20 секунд, очевидно, что выиграть здесь уже никак не получится, очень хорошо, что у меня есть в запасе еще две игры, так что испытания я в любом случае пройду, но при этом эта игра была очень показательной, стало очевидно, что если проходить это испытание опять же с пеллбейтом, то лучше использовать все-таки теслу. Именно эту замену я сделал для финальной игры, для того, чтобы добить это испытание, взял теслу вместо адской башни и надеюсь, что она будет работать получше. Надеюсь, что также попадется мне противник с электродраконом, то есть вот у этого противника, я надеюсь, что будет электродракон для того, чтобы затестировать теслу и посмотреть, как она будет работать против электродраконов, сможет ли она решить эту проблему. Ну а сейчас мой противник неожиданно для меня выставляет орду миньонов, ну а я ошибаюсь с постановкой принцессы, конечно же, надо было выставлять ее чуть повыше, для того, чтобы в комбинации с электрическим духом моментально она убила орду миньонов. Но ошибка, неприятная ошибка, но все равно она не мешает мне закинуть ракету по правой стороне, а от элитных варваров мне помогают задефаться гоблины. При этом противник выставляет электродракона, и вот теперь настало время Теслы, затестируем ее как раз таки. Более того, противник через зеркало выставляет еще одного электродракона, ну и конечно же Тесла работает против этой карты гораздо лучше. Здесь я могу выдохнуть с облегчением. Если бы я продолжал играть с Адской Башней, то с очень большой вероятностью это была бы еще одна проигранная игра, так как Адская Башня против электродракона вообще никак не справляется. Электродракон ее очень жестко контрит, ну и поэтому, конечно же, верным решением будет, если вы решите проходить это испытание с Пеллбейтом, как и я это сделал на одном из аккантов, то лучше берите, конечно же, Теслу, иначе это засилит, или электродраконов, не позволит вам комфортно проходить испытания. Ну а здесь у меня, к сожалению, слишком много эликсира было мной потрачено, и противник воспользовался тем, что я до этого закинул ракету и сразу же с мегарыцарем проатаковал. Ну а далее допускает он большую ошибку, помогает мне законтрить неприятную карту электродракона, подставляясь под ракету, и пытается он здесь, конечно же, уже как-то справиться с моей левой почему-то вышкой, почему он не атакует по правой вышке, не совсем понятно, при этом на его правой вышке остается 370 единиц здоровья, на моей правой вышке здоровья еще неплохой запас, ну и скидывает он громовержца на моих спарки, громовержец также неплох в этом испытании, так как контрит он спарки, в экстренном случае, если они идут без прикрытия, то, конечно же, громовержец великолепный ответ на эти карты. Ну а далее надо мне снова закидывать ракету в спарки противников, к сожалению, они успели шмальнуть по моим спарки, но в итоге все равно моя вышка не получила никакого урона, до конца игры остается 30 секунд, и надо мне справляться с мега-рыцарем, делаю я это при помощи электродуха и добавляю еще одну теслу в защиту, конечно же здесь никаких шансов мега-рыцарю дойти до моей правой вышки. Снова неудачно выставляю я принцессу, основная масса миньонов летит по левой стороне, но ничего страшного, противник не решает не прикрывать их, хотя хорошим бы маневром для него было выставление перед ними, например, элитных варваров, и таким образом он бы мог меня напрячь, но в итоге он проигрывает, и я прохожу это испытание не без проблем, так как одно поражение все же было, причем болезненное поражение, которое заставило немного изменить деку, но все равно счет 9-1, цель достигнута, испытание пройдено, и это, наверное, самое главное. Решил я дальше поэкспериментировать и собрать свою собственную деку, которая, на мой взгляд, будет лучше подходить для этого испытания, и изначально у меня не очень хорошо получалось, об этом я скажу чуть позже, но в итоге пришел я к вот такому варианту колоды. Собственно, ничего удивительного, все карты напрашиваются в этот игровой режим, во-первых, у нас громовежица и электродракон, две лучшие карты для того, чтобы справляться со спарки, также у нас два лучших заклинания для того, чтобы, опять же, справляться со спарки, это разряд и ракета, и в эту колоду я добавил бандитку, которая за счет своего рывка может не получать урона от выстрела спарки. Конечно же, электрический дуг, который также пригодится нам в противостоянии с этими картами, ну и варварская бочка, чисто как дополнительное тело, и ответ на возможные гоблинские бочки. При этом добавил я в колоду мини-пеку как защиту от танков, ну и плюс мини-пека отлично может прикрывать спарки от всяких громовежцев и так далее. Вынужден здесь я скидывать заранее громовежцев для того, чтобы подсейвить своего мини-пеку, так как если бы не скинул я так рано громовежца, то мини-пека бы мой умер. Ну, в итоге справляю себя с атакой противника и могу пойти в свое наступление, при этом противник пытается защититься электродраконом, конечно же, этого недостаточно от такой атаки, и в итоге моментально теряет он свою правую вышку, а я закидываю ракету по его спарке, при этом он своей ракетой промахивается мимо моей вышки. Также, ребята, это уже не первая игра, счет сейчас 5-1 на этом аккаунте, первые игры были сыграны другой колодой, я экспериментировал, ну и в итоге остановился на вот таком варианте. Атакует снова мой противник с громовежцем и гоблином гигантом, справляюсь с громовежцем, ну а далее с огненной лучницей справляюсь при помощи бандитки. Ну и вот почему я взял бандитку в свою колоду, от первого выстрела минимум спарки она защищает и при этом может помочь нам и в атаке, то есть нужна была какая-то более-менее атакующая карта, я предпочел взять в свою колоду бандитку. В итоге все очень неплохо складывается в этой игре, очевидно, что противник сейчас будет защищаться при помощи громовежца от моих спарки, выставляя мини-пеку, вот это причина как раз таки, почему я взял мини-пеку в эту колоду, отлично он прикрывает спарки, ну и теперь у меня очень сильная атака по правой стороне, мини-пека фокусится на вышке и моментально главное здание противника умирает, принося мне победу. Счет становится 6-1, следующая игра, к сожалению, в руке нет у меня ни электродракона, ни ракеты, ракеты я мог бы сразу же нейтрализовать угрозу в виде спарки, ну а противник атакует по правой стороне с мега-рыцарем, к сожалению, уже успел я скинуть мини-пеку на левую сторону, ну и в итоге у меня здесь проблемы, вынужден я получать урон по правой стороне от мега-рыцаря, к сожалению, цикл меня очень серьезно подвел, но утешает то, что у противника 8 уровня электродракона, это значит, что у него карты все-таки послабее, чем мои, и в этой игре, конечно, я должен побеждать. Противник атакует с бочкой со скелетами по левой стороне, я защищаюсь от нее при помощи барбарской бочки, ну и сейчас я, конечно, построю уже цикл и буду защищаться так, как мне будет выгодно. Очевидно было, что противник будет выставлять электродракона в ответ на моих спарки, я сделал то же самое, и в итоге сумел спасти свои повозки и перешел в наступление с бандиткой. В итоге сразу же моментально я камбэкнул, по правой стороне уничтожена сейчас будет вышка противника, это вне всяких сомнений, у меня все еще жилы две спарки на поле боя, продолжаю я их прикрывать при помощи мини-пеки, но не думаю, что получится у меня здесь уничтожить главное здание, так как противник все-таки защищается, огромное количество воздушных карт он навыставлял, и, конечно же, мои спарки по воздуху не стреляют, так же, как, конечно, и спарки противника. При этом по левой стороне организовываю я сейчас атаку, понимая, что противник будет защищаться электродраконом, добавляю своего громовержца для того, чтобы справиться с электродраконом, но немножко не подрасчитал, и в итоге армия скелетов все мои планы разрушила, но все равно игра все еще идет в мою пользу, пока у меня все замечательно, противник выставляет очередной раз мега-рыцаря, но на этот раз я сохранил мини-пеку именно в ответ на мега-рыцаря, поэтому безо всяких проблем дефаюсь по левой стороне, также добавляя варварскую бочку в ответ на бочку со скелетами, но от спарки противника я защищаюсь при помощи громовержца, также отдаю разряд на армию скелетов, и очередная попытка пробить главное здание противника, для того, чтобы побыстрее закончить игру. Моментально выставляет он электродракона, и закидывается в него ракета, надеюсь, что одна из моих спарки выживет, и все-таки стрельнет по вышке, и да, именно так и происходит, в итоге моя победа, счет становится 7-1, и следующая игра, начинается она с того, что у меня в руке есть ракета, это замечательно, могу я спокойненько ее закинуть, при этом противник еще и духа исцеления подставляет под ракету, к сожалению, мой аккумулятор меня подводит, и мы не видели красивого полета ракеты, но своей цели она достигла, а это самое главное. Далее надо справляться с электродраконом и принцессой противника, с этой целью выставляю я все свои электрические карты, электродракон и громовежец, и разряд пошли в бой, только дух электрический не был задействован в этом противостоянии электрических карт, ну а далее противник выставляет рыцаря, правда выставляет он его зачем-то на левую сторону, в итоге по правой стороне его вышка практически уничтожена, да, закидывает ракету он в мою вышку, ну а я готовлюсь принимать его с парки при помощи электродракона, я уже говорил, что этот способ, наверное, приятнее, чем использование ракеты, ну а ракету я закидываю в электродракона противника, просто для того, чтобы убрать все возможные неприятные последствия, и потому что у меня было преимущество по эликсиру, за счет предыдущих выгодных разменов. Ну а далее иду я в атаку с пандиткой по правой стороне, видя, что оппонент выставил рыцаря на левую сторону, ну и также надо же справляться как-то со спарки, поэтому выставляю я электродракона, а моя одна выжившая спарки после того, как противник промазал ракетой, быстренько разделывается с двумя спарки противника. В итоге мои вышки практически не получили никакого урона, в то время как вышки противника уже очень серьезно застрадали за время игры. Далее справляюсь я с электродраконом при помощи громовержца и выставляю мини-пеку по правой стороне. Надеюсь, что спарки не очень быстро стрельнут, поэтому отдаю разряд, но, к сожалению, все-таки противник успел затормозить продвижение мини-пеки и в итоге, конечно же, он умирает. Ну а далее надо справляться со спарки противника. К сожалению, мой электродракон зачем-то смотрит в левую сторону и не позволяет мне эффективно законтрить спарки до того, как они начали расстреливать все мои карты. Но зато затем при помощи электрического духа громовержца и выжившего своего электродракона я смог все-таки выгодно здесь разменяться и иду добивать правую вышку противника. Мини-пека здесь уже точно нанесет урон. Противник закидывает при этом ракету, предпочел уничтожить спарки, а не спасти свою правую вышку. Ну и в итоге, мне кажется, это было неправильное решение. Далее он теряет еще и здоровье на своем главном здании за счет того, что мини-пека очень больно ему делает. Ну и, как я понимаю, мой противник сдается. Поэтому я добавляю бандитку и мини-пеку в главное здание и таким образом побеждаю. Далее нас ожидает решающая игра на этом аккаунте, этой колодой. Ну и вот она, финальная игра. С самого начала есть у меня ракета. Это замечательно, значит, я могу нейтрализовать спарки. По левой же стороне от стенобоев защищаюсь варварской бочкой. Ну и в итоге противник решает, что не очень выгодно закидывать просто ракету в спарки и добавляет туда еще стражи, для того, чтобы прям вообще мне было супер выгодно этот размен. Ну и спасибо ему, конечно, за это. Ну а далее мне надо справляться с электродраконом, опять же, седьмого уровня. Можно сказать, что мне повезло с противниками, но, друзья, пока я делал это видео, на другом аккаунте также прошел я этой колодой. Счет на этот раз был 9-0. Так что тут уже дело, я думаю, что все-таки не в противниках, а колода все-таки неплохая. Хотя, конечно же, найдутся те, кто будут считать иначе. Ну и им я хочу сказать, чтобы они проходили вы своей колодой и ни в коем случае брали мою колоду, потому что я не выставляю колоду на оценку, как я уже говорил неоднократно, я делюсь своим прохождением. А то, что колоды эти рабочие и в нужных руках, в этом я не сомневаюсь, так как это уже доказано как минимум этим прохождением испытания. Ну а на поле боя правая вышка противника очень застрадала. К сожалению, взрывается гигантский скелет, точнее, бомбочка от него и уничтожает мои спарки по левой стороне. Но все равно по правой стороне закидываю я ракету и на вышке противника остается совсем уж мало запас здоровья. Далее выставляет он двух драконов в защиту от бандитки. К сожалению для него бандитка не передает цепную молнию по моим спарке и в итоге нейтрализую я полностью обоих драконов. Далее добавляю мини-пеку по левой стороне, электрического духа и бандитку из середины. Ну и здесь, конечно же, буду добивать уже левую вышку противника. Именно по левой стороне я решил проатаковать с бандиткой и мини-пекой, потому что иначе бы противник выставил по правой стороне гигантского скелета. Ну и в итоге очень быстро закончилась эта игра. Таким образом прошел я испытания и на этом аккаунте. Очень надеюсь, что данное видео поможет и вам пройти эту испу, друзья. Желаю вам удачи в прохождении, желаю вам попроще противника, поинтереснее боев и чтобы все получилось у вас замечательно. Ну а на этом все, будем потихоньку заканчивать видос. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok